В Госдуме до сих пор не придумали, как юридически зафиксировать предвыборные обещания депутатов. С этой идеей выступил в конце февраля спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин, а единороссы предложили всем фракциям подготовить предложение по ее реализации. Однако в оппозиционных фракциях заявили, что либо не обсуждали эту инициативу, либо пришли к выводу, что в ней больше отрицательного. В «Единой России» сообщили, что, возможно, смогут представить что-то конкретное позже. Проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств, взятых на себя депутатами в ходе избирательной кампании, Вячеслав Володин предложил 28 февраля. Он пояснил, что речь идет о таких обещаниях, как, например, строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот. Конкретный способ реализации своей инициативы спикер Нижней предложил, отметив лишь, что для этого можно было бы внести поправки в закон о статусе депутата или в регламент Думы. Но в результате эффективность работы Думы возрастет точно, станет меньше демагогии, подчеркнул господин Володин. На его предложение откликнулся первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Он предложил фиксировать обещания в программе депутата, по которой он ежегодно будет отчитываться перед избирателями. По его словам, от депутатов ждут не только принятие важных законов, но и решения конкретных проблем избирателей, например, подвести газ или решить проблему с жильем. «Единорос» предложил обсудить эту идею во фракциях, и если она будет поддержана, принять такие поправки к закону о статусе депутата и думскому регламенту. Однако за прошедший месяц депутаты так ни о чем и не договорились. В КПРФ инициативу не обсуждали, рассказал коммунист Юрий Синельщиков. «Я сам думал напряженно, но не представляю, как это можно сделать. Часто бывает, что не от депутата зависят его обещания», — пояснил он. А первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломойцев и вовсе назвал предложение спикера «глупостью и пиаром». Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в начале марта назвал идею господина Володина «хорошей» и отмечал, что нужно вводить также механизм ответственности за невыполнение обещаний. Однако, как сообщил глава избирательного штаба Валерий Гартунг, во фракции этот вопрос не поднимали. В ЛДПР инициативу спикера обсудили, но считают, что в ней больше отрицательного, сказал замруководителя фракции Василий Власов. «Нам, как оппозиционным депутатам, тяжело реализовать обещания, так как нет таких рычагов власти, как у партии большинства. Например, мы бы отменили пенсионную реформу», — пояснил он. Депутат добавил, что на выборах партии, как правило, декларируют, что выполнят свои обещания в случае, если получат большинство мандатов. Андрей Исаев сказал, что единороссы, возможно, смогут показать нечто конкретное позже и посоветуются с остальными фракциями. При этом в администрации президента инициатива поддержки не нашла. Источник в администрации назвал ее несколько странной. По мнению политолога Аббаса Галямова, степень недоверия к системе минимизирует влияние такого шага на рейтинг партии власти. Избиратель осознает, что проблемы его связаны не с доработками каких-то депутатов, а носят гораздо более фундаментальный характер.